Все основные новости, розыгрыши, скидки на видеокарты в моем Телеграм-канале. Обязательно подписывайся, чтобы не пропустить. В этом видео мы с вами научимся продавать и покупать криптовалюту без подтверждения личности. В этом нам поможет Телеграм. Как убедиться, что этому боту можно доверять? Давайте с вами перейдем на сайт CoinMarketCap. Здесь найдем, получается, ToneCoin, он уже на 11 месте. Здесь переходим на сайт, который нам дает, получается, CoinMarketCap. Здесь мы ставим вниз и нажимаем «Получить кошелек». И вот через официальный сайт мы и попадаем на данный кошелек. Давайте теперь нажмем здесь «Открыть кошелек». Здесь нажимаем «Я принимаю условия соглашения». Нажимаем «Ок». Нажимаем «Начать». Для того, чтобы нам пополнить баланс нашего кошелька, есть три способа. Пополнение с банкской карты, покупка через P2P и пополнение с другого кошелька. Давайте пока что нажмем «Позже». Здесь мы с вами видим, что у нас есть кошелек. Мы можем на него переводить тонкоины и также другие активы. Биткоин и доллары. Здесь у нас нет никаких секретных праз, поэтому хранить деньги на этом кошельке – то же самое, что хранить их примерно на бирже. То есть мы не являемся владельцами этих средств. Мы являемся лишь владельцем аккаунта. Поэтому по возможности при покупке нужно их отсюда выводить на ваши холодные кошельки. На текущий день пополнить с помощью банковской карты напрямую, к сожалению, нельзя. Возможно, это как-то связано с мировой ситуацией. Поэтому можно, получается, пополнить с другого криптовалютного кошелька, перевести на адрес кошелька, получается, который нам выдали здесь. Или купить, получается, USDT или тонкоины через P2P-маркет. И этот способ нам подходит. Нажимаю. И здесь мы, получается, можем как покупать, так и продавать нашу криптовалюту. Небольшая вставка. Если вы майнер, присоединяйтесь на K1 пул. Вы можете майнить практически любую монету с связкой Zilliqa и увеличить свой доход до 20%. K1 – это ведущий пул к наибольшим наградам. Регистрируетесь на пуле, получаете уникальный кошелек. После того, как вы накопите минимальный баланс, выплата будет произведена на указанный в личном кабинете кошелек. Он может быть как биржевый, так и холодный. Если вы хотите зарабатывать на майнинге больше и поддержать канал, то регистрируйтесь по ссылке в описании к видео. Также на канале есть детальные видео о том, как настраивать различные монеты на данный пул. Подписывайтесь и смотрите. Всем спасибо. Давайте с вами нажмем «Купить». Здесь, получается, мы выбираем, какую именно криптовалюту будем покупать. За какую валюту. Получается, хочу купить USDT, например, за рубли. И здесь указываем сумму, на которую мы готовы купить. Например, на 5000 рублей. И тем самым нам отсортировало те предложения, которые по лимиту нам подходят. Например, вот этот человек торгует от 5000 рублей до 89. Методы оплаты, система быстрых платежей и через карту Тинькофф. Давайте сравним данные курсы с какой-нибудь криптовалютной биржей, например, Bybit. Если у вас нет на этой замечательной бирже, то ссылку на регистрацию я оставлю в описании. Если хотите, можете зарегистрироваться и поддержать канал. Здесь, получается, у нас на бирже Bybit берем именно банковскую карту. И по банковской карте у нас курс 101.83. При этом в Телеграме у нас курс больше, примерно на 1%. Но замечу то, что в Телеграме нам не нужно верифицироваться, а здесь нужно будет подтвердить свои паспортные данные. Возможно, если ввести большую сумму, то комиссии будет меньше. Давайте проверим. Ввожу 50 тысяч. Нет, в принципе, так же и осталось. Что если введу 1000 рублей? В любом случае, ценник на Телеграме у нас будет выше. Поскольку наше видео именно про Телеграм-кошелек, то продолжаем работать в нем, даже несмотря на то, что здесь цена за 1 USDT будет выше. Нажимаю купить. Получается здесь я указываю, что хочу купить на 1000 рублей. И нажимаю купить. Здесь нажимаю создать сделку. Теперь нажимаем подтвердить. Нажимаем поделиться своим номером телефона с ботом. Теперь остается ждать подтверждения продавца. У продавцов может быть различное время реагирования. У данного продавца время реагирования до 10 минут. Если он здесь не подтвердит наш обмен, то в таком случае мы с вами не сможем с ним обменяться и нужно будет выбрать другого. Данный продавец сделку не подтвердил. Нам нужно с вами будет найти другого продавца. Нажимаем опять открыть P2P-маркет. И здесь находим нового человека. Давайте у этого человека выкупим все его 1618 рублей. Нажимаю купить. Опять нажимаем создать сделку. И ждем подтверждения от продавца. Отлично, наш продавец сделку подтвердил. Теперь мы должны, получается, ему перевести 1618 рублей по номеру карты. И после этого нажать подтвердить платеж. Переводим сумму. Продолжить. Перевести. Здесь нажимаем подтвердить платеж. Теперь ждем, чтобы продавец подтвердил то, что мы отправили ему деньги. Отлично. Наш партнер сумму подтвердил. И теперь деньги зачислены на наш кошелек. Вот мы видим то, что у нас есть доллары. Теперь поговорим о нюансах. Если мы хотим доллары отсюда вывести, что это значит? У нас нужно переводить наши доллары именно в сети TRC20, сеть Tron. Нужно будет кошелек указывать при переводе именно в сети TRON, потому что здесь все на этом завязано. И получить криптовалюту, если мы будем перечислять на наш кошелек вот по этому адресу, тоже в сети TRON. Следующий момент. Если мы хотим отправлять его, то сюда мы указываем, допустим, кошелек сети TRON. Нажимаем далее. Допустим, указываем 15 баксов. И нам говорит, что комиссия будет 2 USDT. Вот такой вот важный нюанс. То есть еще здесь мы теряем деньги. Комиссия в 2 USDT фиксированная от любой суммы. Даже если вы переводите там, не знаю, 100 USDT или если 15. Еще мы с вами можем обменять наши доллары на тонкоины или на биткоины. Нажимаем обменять. Здесь получается мы указываем количество тонкоинов, которые будем обменивать. Получается мы отдаем 1 тонкоин по курсу 2.11. Сложно сказать, завышенный этот курс или не завышенный, потому что в целом на различных источниках курс у нас колеблется. В принципе он близок к тому, который указан на CoinMarketCap. Давайте обменяемся для того, чтобы проверить, какие комиссии будут на вывод тонкоина. Здесь нажимаю подтвердить и обменять. Нажимаю готово. Вижу у меня на счету появились тонкоины. Нажимаю здесь отправить. Мы можем отправить тонкоины какому-нибудь человеку внутри телеграмма без комиссии. А можем отправить на внешний кошелек, например на тонкипер. Давайте проверим, какая комиссия будет при этом. Здесь мы видим, что комиссия на отправку тона составляет примерно 10 рублей с учетом того, что курс 2 доллара. В принципе комиссия небольшая. Тонкоины отправлять выгодно. Меняю обратно свои тонкоины. И вот теперь у меня все деньги опять в долларах. Например, вы хотите продать ваши активы. В таком случае вы можете с внешнего кошелька перевести, например, на долларовый кошелек, на USDT, сюда криптовалюту. Через вкладку купить на этот адрес в сети TRC20 переводите. И потом хотите вывести деньги обратно на банковскую карту. Нажимаете в таком случае. Вот здесь обратно. Продать. Нажимаете продать. У меня 15 долларов 70 центов. Продать. Здесь мы видим какие-то странные объявления. Предлагаю их пропустить, потому что процент выполненных сделок, видите, 102%. Здесь 0%. Вот это уже ближе к истине. Но нужно еще укладываться в лимиты. Получается, указываю там примерно 1550 рублей. И вот за 102 рубля 32 копейки можно этому человеку продать. А нет, нельзя у него U-Money, а мне нужен там Сбербанк, например. В общем, могу продать им за 101 рубль 77 копеек. Вот такой вот тариф. При этом здесь, скорее всего, все будет четко, потому что 99% выполненных сделок. Так сильно колеблется сумма из-за низкой ликвидности этого рынка. Когда здесь будет больше, получается, людей, готовых обмениваться по P2P, тогда и цена не будет так сильно отличаться у соседей. Давайте продам ему. У меня сумма небольшая, мне это не очень важно. Тем более, я показываю это для видео, как все это происходит. Нажимаю продать и 4 USDT, например, укажу. Добавляю сюда метод оплаты Сбербанк. И сюда указываю свой номер банковской карты, на которую придут деньги. Нажимаю добавить метод оплаты. Нажимаю Далее. И здесь указываю Создать сделку. Теперь ждем, когда покупатель подтвердит то, что переслал нам деньги. Видим то, что пользователь уже подтвердил сделку. Сейчас ждем перевода. На мою банковскую карту только что пришли деньги. Я должен нажать Подтвердить платеж, потому что все хорошо. Нажимаю Подтвердить. Вот и все. Обратно перехожу в кошелек. И вижу то, что все деньги я израсходовал практически. Все ссылки используем в этом видео я оставлю в описании к данному видеоролику. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал и на ютуб-канал. Надеюсь, информация из данного видео была вам полезной. Всем роста криптовалюты и биткоина по 100 тысяч. Продолжение следует...